Здравствуйте! С вами Арина Горбунова и познавательная рубрика «Слово-опрос». Сегодня в выпуске разберем значение выражения «Остаться с носом». Но для начала спросим у котлашан, знают ли они, что означает этот радиологизм. Генеральный спонсор нашей рубрики – книжный магазин «Территория». Любишь читать? Приходи в книжный магазин «Территория». Огромный выбор книг для занимательного досуга или учебы, а также отличная подборка настольных игр и канцелярии. А за покупку от 500 рублей получи дисконтную карту. «Территория» на первом этаже ТЦ «Адмирал». Остаться с носом? Ну, не знаю. Не знаю. Остаться без ничего, упустить что-то. Не знаю. Ну, без всего. Не обманутым. Остаться в игроках. Остаться с носом? Ну, то есть и какой-то обман произошел. Остаться ни с чем. Остаться без ничего. Не секрет, что крылатые выражения, способные обогатить речь любого человека. Правда, многие из фразеологизмов родились в таком далеком прошлом, что значение каждого из них просто-напросто утрачено. И смысл, который вкладывается в них сейчас, часто не похож на изначальный. Так и произошло с выражением «остаться с носом». Нос, как часть лица, здесь никакой роли не играет, но имеет отношение к глаголу «носить» и является собой отглагольное существительное, но с то, что носит, подносит. Существует две версии происхождения данного фразеологизма. По древней традиции, жених, сватаясь к девушке, одаривал ее родителей каким-то даром, подношением или выкупом. Если парень чем-то не устраивал, следовал отказ, а то, что он преподнес, не принималось. Жениху ничего не оставалось, как остаться с носом. Фразеологизм возник, как следствие отказа. Вторая версия имеет не такой личностный смысл, хотя нос употребляется тоже в смысле подарка. Скорее даже взятки, которые давали чиновникам, чтобы ускорить решение каких-то дел. Если служащий отвергал подношение, значит проситель оставался с носом. Надежды на помощь не было. Изучайте значение слов, расширяйте лексикон. Пока!